Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 на эти вопросы. Физическая карта чего? В Азии. Это страница 27 в вашем атласе. Еще. Какие-то вопросы есть? Пусть, кстати, полностью первый вопрос. Карта полушария, как вы себя с другими материками. Карта мира, да, чтобы относиться к другим материкам. Физическая карта мира, это вторая страница и карта климатических поясов. Какая у вас страница карта климатических поясов? Я занимаюсь. Время работы 2 минуты. Вы работаете в парк, помогаете друг другу. Надо заполнить карту, поэтому кто-то выполняет работу куратора и руководит всем этим действием. Время пошло. Вашу в парк, я подойду. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Одно из самых жарких, а ровески по лоцу, самый большой. Самое низкое место у тебя, впадина, но это во море. Умнички, молодцы. Третий ряд. Расставить. Давайте по три, чтобы было не обидно. По три объекта можно выходит со своей картой. Так. Что следующее готовится? Желтая нога. Продеваем себя. Умничка. Следующее. Тот следующий. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Кто еще там? Останется 2 всего. Ну давайте. Видите. Выбрал. Ну, хотя кто идет? Хитренький, забывай. Легко, если бы выбрал. Так. Ибрал, да. Ибрал, да. Самый узкий. Забрали. Ихлакс говорит. Молодцы, умнички. Итак, мы с вами ответили на первый пункт клана. Ответили на это? Мы ответили. Переходим ко второму пункту клана. Если посмотреть на карту, физическую карту Ивразии, какого вы в этом рельефе могли бы сделать? Очень много равнейших морков. Всего много, и они обширные, да? И горы высокие. Ивразия самый высокий материк, если исключить лед у Антарктиды. Это самые высокие горы. И самая высокая вершина. Живолума здесь находится 8600,8. И самое низкое место на Земле. Минус 405 метров, мертвое море. Паде на мертвое море. А почему такой рельеф разнообразный? Умничка. Посмотрите. Здесь все лежат на одной плитосферной плите. А Ивразия из осколков состоит. То есть, посмотрите, сколько и аравийская, и индоавстралийская, и китайская, и североамериканская, и евразиатская плита. А если посмотреть на диктоническую карту, откройте, пожалуйста, пятую страницу. Какой же номер вы тоже заметили? Мы братьем режима большого. Почти вся коллега. Древние платформы. Ребят основания, да? Посмотрите. У всех, когда они ходят по одной платформе, а здесь много. А чему платформы соответствуют? В рельефе чему соответствуют платформы? Равнены. Молодец. Равнены. А сладчатый обувь тогда? Да. А теперь обращаемся опять к нашему листам. Второй вопрос у нас. Итак, второй вопрос. Минуточка. Прямо пишем в табличку, дополняем в табличке недостающие соответствия платформы и равнен. Можно там работать. Вы же работаете с паром, но одному что можно сделать? Один ищет, а второй записывает, да? Или один ищет. Подсигнать узкой пары, а второй коммунической. Да, только те, которые есть. Итак, рассматриваем. Первую. Ну, Равнена, например, взяла на Сибирске. А, ты взяла другую, да? А где там взяла на Сибирске? А. У вас нет? Их написали. У меня не дописано. Да, да, на Сибирске. Образная Сибирская платформа. Восточно-Европейская работа с платформой восточной европейской. Восточно-Европейская еще. Великое Китайское, Восточное Китайское. Южно-Китайское. А. Точно там Южно-Китайское? китайская корейская да, там чуть повыше дальше индостанская что он находится откройте Евразию когда поймете, что он находится в Ефе 27-я страница 27-я индоканская это северный полуостров полуостров а мы говорим в Ефе индостанская коря плоскогорье, текан плоскогорье ведь равнины чуть выше получается, да, у нас и среднесибирская плоскогорье среднесибирская платформа сибирская платформа ледосверные плиты продолжают двигаться когда они начинали двигаться когда сформировались материки и они продолжают сталкиваться друг с другом и образуют тем самым либо рифты это здесь находится именно мертвое море впаде на мертвое море либо горы в Мирописко-Гималайске проходят от Атлантического океана это Альпы Карпаты до Афганск-Гималайя до Тихого океана они сформировались следующий но время Индия была частью континента под названием Гандвана который располагался у Южного колеса около 85 миллионов лет назад Индия откололась и стала быстро двигаться по направлению к Азии и когда она столкнулась с Азией она выпихнула вверх до Старого океана и таким образом образовались Гималайи и подняли за собой Гималай и подняли Тибетское нагоре поэтому оно такое высокое но есть еще один пояс это Тихоокеанский пояс он проходит по бережью Тихого океана где океаническая земная кора подтекает под Матери Куху образуются вулканические острова Японские и Куиевские острова и так во всех этих поясах естественно будет землетрясение и вулканизм они до сих пор растут и до сих пор действуют но есть еще старые горы которые сформировались давно и малоподвижны это Скандинавские горы Уральские горы Тяньшань Алтай Саяны Кавказские, нет? Кавказские же они входят в Айпийско-Гималайский город вот сюда а вот теперь найдите лишнее попытайтесь объяснить почему ну в первом столбе в первой строчке там Великая Китай потому что все это горы это стена не стена там просто есть в первой строчке по второму лишний запах Алтай будет лишним так как остальной равнильной платформы Алтай это позвоник а в следующий это уральский? ну да там будет уральский так как все остальные принадлежат вообще умничка умничка можно вопрос? да вот вы говорили вот Альпы там Кавказ это все в Курск-Рюлек а вот горы Перемеи это пояс а горы Перемеи да и Перемеи туда это не Тихоокеанский пояс? нет это Альпийско-Гималайский пояс а Тихоокеанский по побережью Тихого океана и потом посмотрим по тарсу вот Альпийский и Перемеи и Ак-Милин и все остальное и так посмотрим не только внутренние процессы формируют Рюлек но и внешние процессы это, например, реки образуют различные каньоны или бедлены в рыхлых породах это горные ледники которые формируют долины горные троги и ремеслотный рельеф про который вы говорили образуется в Тунтри термокарстовый рельеф но было еще такое событие как оледенение которое покрывало северную часть и образовались такие формы рельефа как скалы выровнены Баранилбы на севере образовались озера ледникового происхождения и фьорды молодцы нам видели, когда ледники сползали да и самые длинные тут остались итак мы с вами закончили оба оба плана до пункта плана мы добились свои цели да а каким образом? мы смотрели то что так то есть у меня обрали информацию еще помнится да то есть мы закрепили те умения умения пользоваться картами все что мы накопили вы пользовались сами и сами добились вот этого результата а теперь посмотрим сможем ли для себя мысленно ответить на эти вопросы почему почему самые высокие горы потому что так почему самая глубокая патера она находится именно в трещине тектонической почему высокий тибет потому что потому что не малая а почему фьорды самые длинные потому что а остальное вы ответите на следующий урок это будет цель вашего следующего урока итак домашнее задание у вас написано на карточках оно деференцировано что я посложнее и самое сложное придумать электронный продукт или буклет об этом ну и напоследок где мы можем применить свои знания вы наверное знаете уже что Алтайский государственный университет при поддержке русского географического общества проводит такой конкурс как вокруг света в этом году вы наверное уже опоздали но у вас прекрасный учитель который поможет вам и вы можете принять в следующем году участие я вам оставлю контакты и условия там очень интересная материка же самое интересное у нас да еще вы можете посетить Алтайский государственный университет и там тоже вам будет интересно вас много ждет интересного в Евразии в Алтайском крае я желаю вам успехов оценки те дети которые отвечали у доски если не против учитель географии я думаю не допускали ошибок по новому материалу я думаю надо поставить пять все остальные дети справились со всем кто почувствовал что кто почувствовал что недополучил чего-то может быть ответы на свои вопросы кто то задавал вопросы за которыми мы не ответили давайте вспомним про народ и спрашивал ну еще фактор мы еще знаем фактор cuarto а почему мы не ответили на твой вопрос потому что мало изучали а хотя мы узнаем на следующем уроке на следующем уроке тема другая была молодец Молодец. Вы работали в парах. Вам понравилась работа в парах? Удовлетворены? Помогали друг другу? Что у нас получилось в итоге? Какой продукт мы получили? У нас получилось интересно знать о его складчиках, то есть о его складчиках. А в чем особенности материка Евразии? От чего зависит? То есть какой вывод мы можем сделать? От чего зависят особенности материка Евразии? Почему он такой разнообразный? А внешний? От исторического, да? То есть история развития материка. А еще? Снимает очень много места. Потому что он очень большой. Да, очень большой. Итак, у нас отвечены на все вопросы мы ответили. Те вопросы, которые мы не отвечали, мы задачу задали и так далее. Но получился у нас продукт общий. Это карта, которую мы получили общую карту. Мы все работали очень хорошо. Я довольна работой всех. Спасибо всем тем, которые отвечали с места и боялись отвечать. Спасибо тем, кто поддерживали, когда... Я не знала, что сказать. Меня поддерживали глазками. Спасибо всем. Я рада была вас видеть. Я рада работать была с вами. Всем спасибо. Спасибо.